Учился в военном академии Академии Кронзе В академии Кронзе Стоял в мире 23 Продолжается война Про вертолетчику спели Про танкиста спели Забыли самое главное Матушку пехоты царица поля Самые большие, самые потери Везде, но в мире Я не помню сколько веков По-моему, со времен Рима А в международном праве есть Территория считается отбитой Захваченной, завоеванной Только тогда, когда не наступает нога пехотинца В международном праве такое есть Ни танки, ни самолеты Пехотинец, соскочил с танки Все, земля моя Все право Хотя это было при Советском Союзе Сейчас не знаю Сейчас другие законы Но не важно Пехота Рейти называется Песня Пехота лезет в горы То есть нам часть летит А потом лезет куда-то В неизвестность Песнь называется Афганская постарали А это постарали такие лубошные картинки Где-то в 17 веке появились Ну лужок, пастушок, пастушка где-то бегает в коротенькой любчонке Пастушок надут, щит играет, овечки трапку щипят Божья благодать Вот такая бывает Божья благодать Когда в курилке сидят ребята И говорит ты ни о чем не хочешь Анекдоты, рассказ весело Может быть через 10 минут команда и полезно неизвестно будет Но такие моменты есть Ну вы помните картину Василий Тютеркин на приоле, да? Все веселые, один с гармошкой Все там радостные Конечно, перейдешь Иначе с ума сойдешь Воевать без конца Тяжело, но 15 минут А кто-то поспит Дальше топать без сна и без приол Так что называется еще Маршрут судьбы Песня На востоке области туман В горе занавешанный туман По горам плетется караван Нам с тобой идти за караван Но пока на базе мы сидим Покурим в ожидании командира Покурим в ожидании командира Покурим в горе и военторговские по миру Покурим в горе и горного по миру Где на маршрутах судьбы Верстовые столбы Не укажут дорогу к победе На маршруте судьбы Только горем и мы И никто ни за что Им ответит Как генерал вызван командир Уточнять маршруты и задачи А мы сидим глядим на этот мир Где маршрут пока не обозначен Вот такая братцы постараются На войне бывают постараются Занесло ребят в такую даль Где они от роду не бывали Где на маршруте судьбы Верстовые столбы Не укажут дорогу к победе На маршруте судьбы Только горы и мы И никто ни за что Им ответит Вышел озадаченный комбат Увеличить требует БК-шки Орлам что в воздухе кружат С высоты кажется букашкой Орлы добычу стерегут И морлам плевать на вертолеты Ночные турбины скоро заревут И поднимут в небо нашу роту Где на маршрутах судьбы Верстовые столбы Не укажут дорогу к победе На маршруте судьбы Только горы и мы И никто ни за что Им ответит И внизу раскинет Раскинутся поля Стеганым лоскутным одеялом Скутная, но все-таки земля Лучше, чем снега За перевалом Нас вертушки высадят Уйдут Прогудев на тужины винтами И ребята станут на маршрут К точке где-то там Под облаками И на маршруте судьбы Верстовые столбы Не укажут дорогу к победе На маршруте судьбы Только горы и мы И никто ни за что Им ответит На маршруте судьбы Только горы и мы И никто ни за что Им ответит Тоже неожиданная штука Вот там ему были Там дожди-то, конечно, бывают Но ни в декабре, ни в ноябре Там до минус двадцати В ноябре уже бывают А днем плюс двадцать Хочешь спать, ложись Хочешь песню, пойми Вот А тут На колонне, в общем Первое, что меня очень удивило Ну, сейчас Называется Дождь Горохолгана Дождь идет Горохолгана Это странно Очень странно Мы давно уже отбыли Отобили воды И дождю подставив лица Все пытаются отмыться От жары столетней пыли Серой пыли и беды И дождю подставив лица Все пытаются отмыться От жары столетней пыли Серой пыли и беды Дождь идёт в горах Афгана, на колонны каравана, Словно строчки из Корана, струйки тянутся с небес. Дождь стучит по горным склонам, по машинам, по погонам, И шипит на раскалённом, утомлённом маколес. Дождь стучит по горным склонам, по машинам, по погонам, И шипит на раскалённом, утомлённом маколес. Дождь идёт в горах Афгана, по забытой и желанной, Память светлая о доме, дальнем доме и весне. И я плясываю трияна, два безусы капитана, Два танкиста из Маглана на завлатанной броне. И от плясыва и трияна, два безусы капитана, Два танкиста из Маглана на завлатанной броне. Дождь идёт в горах Афгана, пересохшим речком Магна. Он, конечно, он, конечно, не российский, не рыбной, Местный бог от взрывов злея, Из созвездия баталия на войну обрушит дождик, Этот дождик пролюной. То, что идёт в горах Афгана, это странно, очень странно. Мы давно уже отвыкли, отобили я воды, И дождю, поставив лица, Все пытаются отмыться от жары старик. И пыль, серый пыль, и дым. И дождю, поставив лица, Все пытаются отмыться от жары старик. Все пытаются отбыли, серый пыль, и дым. Все пытаются отбыли, серый пыль, и дым. Все пытаются отбыли, серый пыль, и дым. Эту песню после Афганистана, вернее, между заездом в Афганистан, где-то в 85-86-87 годах. У Афганцев не было своего дня, ни начала, ни конца войны, ничего. И они надевали ордена, какие есть, форму. И выходили на 9 мая, и пытались встать в колонну с ветеранами Отечественной войны. С детьми там куда-то шли, и была странная вещь. Но даже батя мой, который люблю и уважаю, светлой памяти, начну, да, это развивается война. Вот у нас война, конечно, великая Отечественная война, или война за интересы государства в чужой стране. Ну, короче, до Драгда ходила, и тогда я такую песню написал. Вот выступая, я увидел, сидят в орденах, значит, афганцы. А песня написана, я не понял, как бы это, не важно. Все ветераны Афганистана, кто на дни, вот наши, не буду управлять, надевает ордена, по праву заслуженные. Ну, украсть везде одна, цвет крови, рубины, то же самое. Что не говори, а мы с тобой, товарищ, пороху понюхали тогда. Сквозь огонь поет, и дым пожаришь, нас вела заветная звезда. Что не говори, а мы пройти сумели, все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели наши боевые ордена. Что не говори, а мы пройти сумели, все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели наши боевые ордена. Что не говори, а мы умеем верить в дружбу, закаленную в огне. И без слез оплакивать потери, что же на войне, как на войне. Что не говори, но мы сильны, как прежде, верностью и честью фронтовой. Верностью дороги и надежде, честью перед памятью святой. Что не говори, а мы сильны, как прежде, верностью и честью фронтовой. Верностью дороги и надежде, честью перед памятью святой. Что не говори, а мы с тобой, товарищ, пороху понюхали тогда. Сквозь огонь боев, и дым пожаришь, нас вела заветная звезда. Что не говори, а мы пройти сумели, все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели наши боевые ордена. Еще не спели всю войну не описать без водителей. Без водил, которые крутили баранку, ездили или штурвал на БМП, либо тоже баранку на БТМ. Там написано про танкистов много всего, но про водителей. А ведь трасса жизни это водители прежде всего. Они горели вновь, никак взорвались на минах. И мало чего, о них, извиня от меня, ВДВ до ВДВ, по-моему, снабжение гораздо важнее, чем прыжки с парашютом в своем месте. Поэтому, не для меня. Значит, вот такая песня. Она посвящена моему другу, водителю, Сергею Кузнецову, который водителем был в Афганистане. И, значит, вот такая песня. И всем водителям. Перевалы лощины, то засады, то мины, Вон загнанный дышит мотор. Раскаленные ветры и ползут километры Среди серых пылающих гор. Раскаленные ветры и ползут километры Среди серых пылающих гор. Под колесами камень, не шути с тормозами, Ты ведь все же КамАЗ, а не танк. Раньше в этой камине ездил Пашка-Вершинин, А не выпустил Пашку-Саланк. Раньше в этой камине ездил Пашка-Вершинин, А не выпустил Пашку-Саланк. Где нас только с тобою не мотало войною Мой пропавший соляркой собрат. На восток, по востоку мы мотаем дорогу На израильной пулями скат. На восток, по востоку мы мотаем дорогу На израильной пулями скат. Мы в людьми в переделках Не дрожали в коленках, Мы цепили отчаянный риск. Нет ни бога, ни черта Только сдавит о ворту Промелькнувший в пыли обелис. Нет ни бога, ни черта Только сдавит о ворту Промелькнувший в пыли обелис. Он за тем поворотом Непонятное что-то Свернула по скалам картечь, Но не выдай, родимый нам Еще для любимой Надо жизнь и надежду сберечь. Но не выдай, родимый нам Еще для любимой Надо жизнь и надежду сберечь. Он за тем поворотом Нас цветами встречали И фугасами рвали. Было дело, хлебнули чудес, Ковыляет бетонка То гордес, то зеленка То зеленка, то снова гордес Ковыляет бетонка То гордес, то зеленка То зеленка, то зеленка, то снова гордес Перевалы лощины То засады, то мины Словно загнанный дышит мотор Раскаленные ветры И ползут километры Среди серых плывающих гор, Раскаленные ветры Ползут километры Среди афганских стреляющих гор. Я мало чего переделал, Но я создаюся эту песню, Любимую песню. Она называется на самом деле Хорошая песня. По-моему, Итесов пел давно. После войны я слушал до конца На трофейном патефоне. Она называется «Песня фронтового шофера». Но ведь есть такие песни, Не важно, где написаны, А главное, про то, как Про солдатский труд тяжелый На любой войне. Так что вот такая песня Она просто не претендует. Через перевалы и долины Сквозь огонь снарядов и грана Мы вели колонны Вдоль по горным склонам От кундуза и на фейзабад Их путь дороги Афганистана Сквозь огонь И засады Душманов А помирать нам Рановато Есть у нас еще дома Дела А помирать нам Рановато Есть у нас еще дома Дела Путь до фейзабада Между прочим Был друзья Был друзья нелегок И не скор Эти песни Эти песни будут Невдомер Но не позабудем Если живы будем Мы афганских Выжженных дорог Их путь дороги Афганистана Не страшны нам Засады Душманов Ведь помирать нам Рановато Есть у нас еще дома Помирать нам Рановато Есть у нас еще дома Значит Потом был вывод Мне повезло Это очень здорово Я вместе Со всеми дошел До хайротона А потом 15 минут 1-го 6-го 0-0 15-6-го Февраля Оказался в нашей стране Долго не пропускали Хотя шифровка была дана Оказывается Я же к содействию Но такой рван Молодец Что и особисты Не хотели Мне в особое дело Но пересек Тогда в 88-м году И были написаны На вывод Я не знал Ну с Верстаковым Кстати вы знаете Одна же сидели в нем И так сказать Правда Выпили черно Сколько мигу Пять бутылок С тремя апельсинами И Ну совершенно Такие вот Верстаков говорит И говорит Мы эту войну начинали Мы ее должны закончить И понимаете Я присел в Капуст На самом задании И второй Капуст И там еще ребята Стали 103-го 103-го полка Так что вот В 89-м уже готовы Вот Давайте мы с ним И не сговаривались Собственно Говорим Что там Такой разговор Но не важно Поэтому мне вот Песни эти дорогие Вот эта песня Значит Илья Хёк На следующий день Встречали колонну До грома Было еще 2 недели Почти И он солгал За его спиной Не остались Мотоманевренные группы Несколько тысяч Пограничники 100-километровая Зона ответственности И кстати Горжусь тем Что у меня охрана Была пограничники Они Не многим выдавали из них Документы Что они были в Афганистане Ну что За 200 километров Под границей Пограничники Это международный скандал Но их за Всю войну в Афганистане Книгу Специально Выбили 520 человек 520 Это только пограничников Потому что Каких там 15 тысяч погибших 13 Может быть и речь Ну вот Значит На выигре Написал 3 песни Та война Нам казалась Вечной Девять долгих Свенцовых лет Автоматы Швырнув за плечи Возвращается Из-за речки Ограниченный Контингент Ограниченный Контингент Нас не встретит Салютом Столица Будут скупы Стопсы Газет Пыли под Но усталых лицах Возвращаются Из-за границы Ограниченный Контингент Ограниченный Контингент Контингент Нам побед И потерь Хватало На войне Привилегий Нет Ни солдату Ни генералу Воедина Судьба Связала Ограниченный Контингент Ограниченный Контингент Ограниченный Контингент Будет память Ограниченный Контингент Ограниченный Ограниченный Контингент 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 Ограниченный Контингент Ограниченный 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 Контингент Ограниченный Не могу не вспомнить. А давай, давай. Ну ладно. Начали. Про спецслужбы нашего в Афганистане, которые начинали. Писал Артем Буровик. Я его знал хорошо. Он при жизни погиб. Пописал, что все затеяло КГБ, Андропов. Затело. КГБ, Андропов затеял взятие Кабула. 27 декабря. А там-то должны присправляться были ребятишки местные, афганские, блин, наш советник, конечно. Чему их учили столько лет. Ну, началась Гражданская война. Где по сводкам обобщенному, Афганистан потерялось с 14 миллионов половины. Ну, воронят, конечно. Понятно, но они там же приписки все эти. Три танка подбили, у дивизии, в Добро, дивизии, пеш, что подбили, 10. Были получилось так, по общим оценкам. Но, тем не менее. Я свои впечатления не знаю, кто как где. Город Файзабатов. Где-то. 10 шеверонин сходятся. В неприличном месте. А рядом... Ну, это еще мелочи. Вот центр ответственной, город Хундов, где наш штаб располагался, он переводится с пушту. Вонючий зайец. Слушай, извините. Не застрадал. Ну, официально так и переводится. Ну, это Северный Париж для нас был, значит. А Файзабат... А Файзабат, это, значит, вот первое впечатление. Значит, каскадеры нас называли потому, что были операции с 80-го года пошли, значит, назвали каскад. Это оперативно-воисковые, значит, разведно-воисковые операции. Раз, два, три, четыре каскада, значит, черт самый мощный. Вот этот самый. Про своих коллег я же не могу промолчать. Примерно всех было одно и то же, что и тот. На этих точках, кроме полка, крепость Бахарак, восточнее, только был я с командой. На самом востоке, там, четыре. Заканчивался Афганистан там. Начинался Индия, Пакистан, Секлоу. Ну, первое впечатление. Ну, каскадер нас называли, там, кто знал. Эх, куда же ты попал, каскадер. Что ни шаг здесь, то дувал, то забор. За дувалами ханум и дух-тар, А над крышами солярный югар. За дувалами ханум и дух-тар, А над крышами солярный угар. Мешаки орут с утра до темна, Им с мечети подрывает мула, И слоняются весь день рафики. От базары до кокчей реки, Здесь не ведая тревог и забот, В чиханечии гоняет народ. Рассуждает целый день, что почем, А душманы вроде им ни почем. А это что, за чучело в паранже, Двух валов гоняет вдоль по беже. А эта женщина, афганская мисс, Обрабатывает землю под рис. А эта женщина, афганская мисс, Обрабатывает землю под рис. А у душ мальчиков по самочистке вид, Ободрать тебя любой норовит. Эх, дать бы в лоб ему, да только нельзя, Потому как революция. Дать бы в лоб ему, да только нельзя, Потому как революция. Автоматы заживели давно, Про войну мы видим только в кино. А из центра за приказом приказ Не пускать на операции нас. А из центра за приказом приказ Не пускать на операции нас. Ну, слава богу, БТР на ходу. До Майдона это совсем что в Киеве, Совсем другое, это рапорт. Слава богу, БТР на ходу. До Майдона как-нибудь доведу. Вертолетчики, ребята свои, Не дадут загнуться мне от тоски. Вертолетчики, у них всегда было же, Вот это противопредительной жидкости. Пятнадцать год полета, Три килограмма этой жидкости. И все. Вертолетчики ребят свои, Не дадут загнуться мне от тоски. Их, куда же ты попал, каскадер? Что ни шаг здесь, то дувал, то забор. За дувалами ханом и духтар. То есть все женщины за дувалом. А над крышами солярный угар. За дувалами ханом и духтар. А над крышами солярный угар. Эта песня я не люблю исполнять, Но раз... Я авторский вариант ее испорил. Значит... Ну, не буду это рассказывать. История, она вся неизвестная. С покоренных однажды небесных вершин По ступеням обугленных на землю Расходим под прицельные залпы Наветов и лжи. Мы уходим, уходим, уходим. Прощайте горы, вам видней, Кем были мы в краю далеком. Пускай не судят от Бога Нас кабинетной громадей. Нам вернуться сюда Может быть не дано, Сколько нас прыгло В этом долгом походе. И дела не доделаны полностью, Но мы уходим, уходим, уходим. Прощайте горы, вам видней, Чем наша боль и наша слава, Чем ты, великая держава, И скупишь слезы матерей. До свидания, Ауган. Этот призрачный мир Не пристал добру Вспоминать тебя вроде, Но о чем-то грустит Боевой командир. Мы уходим, уходим, уходим. Прощайте горы, вам видней, Что мы имели, что отдали, Надежды наши и печали, Как уживутся среди людей. Вдруг спиртовую дозу Деви на троих, Столько нас уцелел В лихом разведзводе. Третий доз, даже ветер На склонах затих, Мы уходим, уходим, уходим. Прощайте горы, вам видней, Какую цену здесь платили, Врага какого не добили, Каких оставили друзей. Биографии наши полдюжины строк Социологи втиснут, Сейчас они в моде. Только разве под властью науки Восток мы уходим, уходим, уходим. Прощайте горы, вам видней, Кем были мы в краю далеком, Пускай не судит одна Бога. А с кабинетной кормотей Пускай не судит одна Бога. А с кабинетной кормотей Востока и ручный мир Непутем не заметки. Что расскажешь о Востоке? Непривычная страна. Там совсем другие боги, Не другие имена. Там горянки величавые И пугливые, как стрижи. Немного глаза глядят рука Через сетку баранжи. То оазисы, то горы, То пустыня, Регистан. Пчатся бронетранспортеры Из Кабула в Чакчаран. Там одна сплошная суша, Не бывает жарче суши. Но с вершины гендукуши Виден только гендукуши. Там народ неторопливый И почитающий Коран. Не написано красиво О законах мусульман. Там землей латают крыши, Там стреляют по ночам. Там предложат вам гашиша Предприимчивый бачан. Там поклонники Хаяма, Знатоки Фердуси. Но тонкости ислама Спорить Божию посей. Вас разбудит на рассвете Вопиющий с неба глаз. Кабула зовет в мечети Делать утренний намаз. Там экзотики навалом Экзотич не найди. Там стреляют из дуала Вдоль колонного пути. Так что расскажешь о Востоке Непривычная страна. Там совсем другие боги И другие реки. Так, не получается. И пошел уже про этих Пугливых. Как стреляют. Очень круто. Так. Закончился четвертый каскад. Каскад закончился. С нами и закончился. Начался и закончился. Вот. Вот совпадение. Мы приземлились в ночь. И ехали долго куда-то. В Шереметьево. И 1 апреля 83-го года Остановились. И 3 часа ждали, Пока нас пропустят таможен. Так что 1 апреля. И можно было не поверить, Что мы дома. Ну не важно. Тут день. Или там поверить. День дурака. Жить называется. Не важно. Мы были счастливы до безмеры. Там колонна 3 часа стояла. Нас объекты ждала. Не пропускали. Пограничники цело кружились автоматами. У нас женщины были. Сели из посольства интерпрессного. А куда там? Нет. До ближайших кустов. Ну понимаете. Километр. Но колеса большие, слава. Солдат развернули с бедой колеса. И продолжалось это безобразие там. Таможня. Пока он не очнулся. Наш наверху лежал. А с Кабула. Один из командиров. Он сказал. Да мы-то солдат ко мне. Что мы делаем? Пограничники писали. Кто? Кто нас не пускает? Ящики все закопали. Колочные вот такие. Вот это. Разбирая оружие, будем брать шереметь. Попросили подождать. Побежали докладывать. А нам это черно. Значит. А как все это происходило? Прощание с Фейзобатом. Всем же самое. Все. Земля качается. 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 И вертолеты набирают высоту. И мы прощаемся. 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 И Фейзобатуша теряется внизу. И мы прощаемся. 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 И Фейзобат уже теряется внизу. Столько было. Столько было. Нам и пройдено. Столько было. Здесь изведано тревог. А впереди у нас Кабул. И дальше Родина. И перекрестки. Изведанных дорог. А впереди у нас Кабул. И дальше Родина. И перекрестки. Изведанных дорог. Здесь только было. Боевых друзей и товарищей. Мы с ними хлеб и соль делили пополам. Мы с ними шли через засады и пожарища. И пыль в лотали. И бродили по горам. И мы не встретились в Европе и в Австралии. Мы снова мысленно глянемся назад. Когда на карте на восточном полушарии Отыщем маленький кружочек фолькзобан. Когда на карте на восточном полушарии Отыщем маленький кружочек фолькзобан. Сменяк качается, качается, качается. И самолет уже сбежает высоту. И все качается, когда-нибудь качается. И шереметь его раскинулась внизу. И все качается, когда-нибудь качается. И шереметь его Раскинули свои звуки На самом деле война не кончилась В 89-м году Кончился четвертый каскад В котором зашили Это было 20 лет Четвертому отряду каскад Мы его отпразднули Я в интернете написал Последний каскадер называется Все наши налеты в Афганистан Называли залетами Вот каскадер четвертого залета Самого большого Полторы тысячи ток пограничников Потом нас хотели Индироганги запросила Потом ребята из другого отдела Того же самого ПГУ Решили, что мы на Музабик должны ехать Они должны идти в Индироганге На северную провинцию Ну и Индироганге Вскоре убили Сыны убили Водители убили И с пенджапой кашмир Так и остается А мы без дела сели Ну а тогда А ведь в 79-го С 79-го года каскады А наши сидели там в сопреле Но песня называется Последний каскадер Вот и все Окончена работа И идет среди афганских гор Каскадер четвертого залета И последний самый каскадер Каскадер четвертого залета И последний самый каскадер Без брони идет без автомата Ведь багаж, рюкзак и чемодан Парень из четвертого каскада Покидает мартовский афган Парень из последнего каскада Потеря покидает мартовский афган По кабульскому аэродром Он идет не чувствуя весны За четыре тысячи верст от дома И за двести метров от войны За четыре тысячи верст от дома До двести метров от войны Он почти утропа оглянется Остановится и на момент Отчего-то грустно улыбнется И закурит сигарету Кент Может, нет для радости причины Может, просто до смерти устал Смотрит он на горные вершины Меж которых жил и воевал Смотрит он на горные вершины Меж которых жил и воевал И когда, прервав минуту эту Дружеский махнет ему пилот Он щелчком отбросил сигарету Не спеша поднимется на борт Он щелчком отбросил сигарету Не спеша поднимется на борт И подрёв турбин родного ила Боевых традиций не забыв С бортмехаником по кружке шила Без закуски выпьет за отрыв С бортмехаником по кружке шила Без закуски выпьет за отрыв И уже под мирный гул моторов По дороге к дому и весне Будет спать и видеть сны которых Никогда не видел на войне Будет спать и видеть сны которых Никогда не видел на войне Будут снах тех рейды и засады БТР дрожащий мельчон И блокпост, где все его ребята Живы и не ранее еще Тот блокпост, где все его ребята Живы и не ранее еще Будут снах у каскадера горы Весь дебух альберский перевал Не будите, люди, каскадера Он свою войну отвоевал Не будите, люди, каскадера Он свою войну отвоевал Список такой, что каждая песня пишет Так, веселая песня Значит, у нас мы опросили тройки советников Или нет, шаривались под ними А мы все равно, мы шаривались Значит, поэтому перечисляю всех, кто там был С великого множества советника Я вот, партийные, комсомольские Разные были советники Но наши, это были комитет госбезопаса Потом создали 20-е контракты Еще раньше там были Раньше армии, раньше нас Были военные советники Которые еще раньше там были С 20-го года 1920-го года Когда был подписан договор О сотрудничестве за импомощи Первый признался Афганистан во всем мире Наши советники были всегда Ну, а основной, что Как и мы, советники же Веселый народ Так что, поэтому Одну из песни я спою Так, чтобы настроение подняли Правильная песня Звали нас высокоблагородие Как-никак, а русский офицер А теперь какая-то пародия По собачек лечат мужа вер А раньше конь огонь Ремни скрипучие Раньше сапоги ремни скрипучие А дальше-то Конь огонь под бархатным стеклом А теперь спецовка в лучшем случае А теперь спецовка в лучшем случае БТР и все на нем гуртон Раньше рестораны да шампанское Вина хоть по вкусу выбирай А теперь отрава пакистанская Хочешь пей, а хочешь выливай А теперь отрава пакистанская Хочешь пей, а хочешь выливай Женщин нет, а так одно название Чеков нет, так отпихнуть ногой Две собачьи, вся моя компания С ними порычишь и на покой Две собачьи, вся моя компания С ними порычишь и на покой Звали нас высокоблагородие Как-никак, а русский офицер А теперь как такая пародия По собач кличут в мушарен Значит, сказать надо песню Песня, все, замечательно У меня замечательные друзья были Оставить советниками Кобальта, советники МПД И Гросоветники, эти вот те ветераны И наши были советники Значит, они сами себе писали Но они писали серьезные песни Вот такая Сто тысяч дорог позади И снова далеко, далеко А что там еще впереди? Дорога, дорога, дорога А что там еще впереди? Дорога, дорога, дорога Ты сердце свое успокоил Напрасно, напрасно тревога У нас просто адрес такой Дорога, дорога, дорога У нас просто адрес такой Дорога, дорога, дорога Я выйду живым из огня А если погибну до срока Останется после меня Дорога, дорога, дорога Останется после меня Дорога, дорога, дорога Сто тысяч дорог позади И снова далеко-далеко А что там еще впереди? Дорога, дорога, дорога А что там еще впереди? Дорога, дорога, дорога Хочется верить, что в Афганской войне покончено Останется после меня Пожалуй, не знаю Иногда, мне кажется, что после войны Это было хуже гораздо, чем на войне Я не знаю, может, головой чего-то у меня случилось Но не важно Значит, я после войны, да В последний завет в 89-м А первый в 82-м А в середине в Соединенные Штаты Америки Т-987-й Это вообще другая планета Хотя все похожи на нас Только у них странно повернутая соображаловка Нет, ну ей-богу Там Никарагуа была Там наши советики были Никарагуа Это как раз там Даниэль Артегов В Америке доктор Хайдер Который, якобы, в Вашингтоне Где-то не нашел доктора Хайдера Он там где-то в палатке голодал Чего-то Никто не знал американцев Там Никарагуа Ирак и тогда с Ираком путали В общем И что такое для американца Значит Что такое неудача У нас тут лузер, лузер, лузер А там Ты видишь, что можешь Получить, хапнуть миллион Украсть Не знаю, чего Если ты этого не сделал Пытал Ты лузер Вот такая психология Но есть у них еще другое Что нам хорошо знать Гимн Соединенные Штаты знают все Не наши подсвечники А вот так А потому что с первого класса Каждый день Правильно Потому что А почему А потому что Если шериф У нас беспредельщики Да Ну и шериф гордый Его каждый год меняют Здесь народ Убрали тут же У нас же вертикаль Никто никого не меняет Нижнего не вытерщат Кирпичи повалятся Поэтому Ну вот Короче говоря Мои впечатления А так нормальные люди все Кроме таких же Как наши бомжи Опустившие негрю лобами Там совершенно пьяные Обкуренные Черт чего Меня привезли Только из машины Гот не открывай Показали город Там целый гетто какой-то Ужасно Правда у нас Я теперь вижу Еще ужаснее вижу От Кабула И до Вашингтона Так обезло От Кабула И до Вашингтона 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 А друзья, даже если седеют, то не позже, не раньше, а в срок. И пока что гитара-подруга с невъемной душой заодно, Что нам, старый товарищ разлука, мы к разлукам привыкли давно. Что нам, старый товарищ разлука, мы к разлукам привыкли давно. Спасибо. Теперь остались воспоминания обо всем на свете. Но вот, у меня жена удивлялась, что это вы придете, собирались мы после войны, вернулись, потом, в 1991 год собирались. Все, хихи да ха-ха, где вот это, чего вот это, спрашиваю. Ну, чего вы там, за что, вот там ордена медали-то, ну, как за что, за анекдоты, какие вы там эти анекдоты, про Кандага, про все это. Но не хочется рассказывать там, чего, ну, блядь-то. И вообще не хочется никого вспоминать. Поэтому вот такая песня. А вот, чего мне хочешь вспоминать и помню. Ну, я давно позабыл те бои и походы, Торковат, почему-то забыл. Не могу, как стоять подпирая небесные своды, Горы в белом снегу, горы в белом снегу, Как стоять подпирая небесные своды, Горы в белом снегу, горы в белом снегу. И взяли на нас, челиво и строго, Как горы в белом снегу, И взяли на нас, челиво и строго, Горы в белом снегу, горы в белом снегу. Этот снег, что веками лежит на вершинах, И не трудно не сыскать ни проезжих дорог, Недоступен ни танк, ни бронемашинам, Только стертым подошвам солдатских сапог. Недоступен ни танк, ни бронемашинам, Только стертым подошвам солдатских сапог. И тогда запылали огнем перевалы, Я взрыву в трещану, броня ледников, И в жестоких боях нам земли не хватало, В этом мире огня и холодных снегов. Я немало прошел по морям или по суше, Но в другой стороне, на чужом берегу, Вспоминал почему-то хребты гендукуша, Горы в белом снегу, горы в белом снегу. Вспоминал почему-то хребты гендукуша, Горы в белом снегу, горы в белом снегу. А в больших городах ищет море людское, А потом камашин, нескончаемый гол, Но закрою глаза и встают предо мною, Горы в белом снегу, горы в белом снегу. Но закрою глаза и встают предо мною, Горы в белом снегу, горы в белом снегу. Горы в белом снегу, горы в белом снегу, Горы в белом снегу, горы в белом снегу. Никогда не забуду В горе в белом снегу, В горе в белом снегу. Гордо нас зовут Мотопехота, Здесь это товарищи Мура, Смотом и в горах до поворота, А за поворотом певтура. Эх, пехота, матушка пехота, Чего-то побрал бы этот поворот, Горышкой была почти что рода, В горы спустились, там почти что звук. Где тот камень, что тебя обманет, Где карниз, который подведет, Кто тебя на родине помянет, И какие песни пропоет. Эх, пехота, матушка пехота, Тяжелой погоной на плечах, Пойдем как будто на работу, Не дай Бог вернуться в сынкачах. Эх, пехота, матушка пехота, Чего-то побрал бы этот поворот, В горы шли, была почти что рода, В горы спустились, стал почти что звук. Я не дописал ее, поэтому там они распелы. Она есть, прошла. Аплодисменты. Обещаю закончить, а длинный получается. Прикончается, давай, Прикончается словами, Ну давай его отделу показал. Конец, ну там, сидели, И вызов куда-то. Ну я потом допишу ее. Ну есть у меня черновые наброски, Просто как-то времени не было. Хороший петь получается, вроде, так понимаю, да? Значит, будет дописано. Вот, возвращаясь к дню советской армии, Или вообще защитника Родины. А вот мне вопрос. А вот те сражался, офицеры, рядовые, Кто за Родину сражался, Первую мировую войну, Они кто? Защитники Родины? Или белые сволочки? Нет, они защитники Родины. Конечно же. Нет, они защитники Родины. Правильно, хотя за веру в царя Отечества, Но после расстрела царствами Никто не воевал. Уже за Родину. Сколько было в плену, сколько убил. Мы о них не знаем ничего. Знаем. Игорь, у меня, дед мой прадед, Как капитан, убитый в 2021 году. Значит тогда, вот им, защитников Родины, И не важно как называлась, Империя Великая, Советский Союз. Но мы живы. Может благодаря тому, что тоже. Наши отцы и матери, Которые воевали в Великой Отечественной. Может если бы кто-то за них, Ну там их не было на свете, Не пали бы там, в Русиловском прорыве, В Самсоновском прорыве. Не знили бы в лагерях австрийских Десятки тысяч. Так что я думаю, Это гордое имя. Защищать, Родину защищать. Помните, катал бывший офицер, Билый, кинофильный офицер. Есть такая профессия, Родину защищать. Он знал, что защищал. В четырнадцатом году знал, что потом. Так что вот, я не могу так просто Урять и забыть их. У меня не было кадровых офицеров, Но если надо было, воевали все во все воины, Которые вела Россия. Так что такая. Она называется Исход. Это, ну вы знаете, эту песню, За которую Малинин со Звездинским судились пять лет, Хотя ни тот, ни другой не писал. Поручик Голицын, да? Никто не писал. Так никто никого не выиграл. Хотя это, как его, под Исаулом, под Харонжевым. На острове Лемность. Поручик. Нет, нет. Туровер. 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 Ну кто-то другой, очень неизвестно. Написано уже в эмиграции. Но не важно. Я свой вариант написал. Там такой трептих получился. Когда-то мы, был театр Арканской песни, Мы решили, не по себе задачу, Ухождение по мукам, все. Алексея Толстого, все сделать в песне. Но потом все дело развалилось, Но песни остались. Сил было немерено, Желание тоже, там шесть человек, Ничего не получилось. Но не важно, я писал вот такие. Посвященные белому, просто, не белой, не черной, Русскому офицерству, 14-го года, Первой мировой, 12-го года, 1812-го. И те, кто сражался уже с 41-го по 45-й и дальше, В составе Советской армии, таких было много. Письма Сронова. Я пишу вам, имею ли право, После наших случайных встреч, За спиной дымит переправа, Что пришлось при отходе поджечь. И до письмелей, злой круговерти, Сумасшедшей всеверной войны, Может быть, на минуту до смерти, Вот у этой угоревшей сосны. А войне ни конца, ни край, И Всевышнему душу вручить. Я четвертую лошадь меняю, Удивляясь, что сам еще жив. Ну, а если в бою Аргергардном Я паду в предначертанный час, То погоны святым аксельбантов Ординалец мой вам берет. И тогда не платите слезами За нежданную грустную весть. Просто знайте, что в небе над вами Вам знакомая звездочка есть. На войне, ах, какая тяжелая плата, С нас берется великой войной. И пылает пожар, где растрата, Год четырнадцатый роковой. И пылает пожар, где растрата, Год четырнадцатый роковой. Потом был исход страж, Ледовый поход, И отхылал попал поруч Голицын, Ну, манное утро, Российская трава, Изгой России, Обгонки державы, Усталые люди, Усталые кони, Четвертые сутки За нами погоня. Усталые люди, Усталые кони, Четвертые сутки За нами погоня. Сожженные станицы, Единственный дом, За окнами ночь Разрывают зорницы, И горькою пью, За дубовым столом, Корнета Валенский, И поручик Голицын, И горькою пью, За дубовым столом, Корнета Валенский, И поручик Голицын, Плестит золотое, Житье я болел, В табачном тумане Качаются лица, И пьяный поручик, И пьяный корнет, И штабс-капитан, Что в пути приблудился, И пьяный поручик, И пьяный корнет, И штабс-капитан, Что случайно прибился, А я вспоминаю. Рождественский бал, Неужто когда-то Мы молоды были, Военный оркестр, Только вальсы играл, И медленно-медленно Пары кружили, И белые плечи Танцующих дам, И пламя свечей Отражает паркет, Да было ли это, Приснилось ли нам, О чем же ты плачешь, Мальчишка-каронет, И последний рассвет. Наступать не спеши, Есть еще пистолет, И осколок души, Снова ливни косые, Застучат по земле, Ты прости нас, Россия, Своих сыновей. Снова ливни косые, Застучат по земле, Ты прости нас, Россия, Своих сыновей. Аплодисменты, Ух ты, это у нас 51, Чуть, да? Угу. Обременно идти. А есть еще 10 минут? Есть, есть, есть. Есть, есть. Есть, есть. Есть, есть. Порвались? Не все про Вторую мировую. Да, на самом главном, не забыть, Что никакой Второй мировой у нас не было, А была Великая Отечественная, Мы победили. А заодно маховую всю Европу, К чертям собачьих. Все вот эти Мея, Так и Мергеле, И всю эту Шантрапу, Польскую, Австрийскую. Так прокатились, и все. Теперь они выпендриваются, как мухи. А это последние дни, Уходящие за рубеж русских воинов. Кстати, фильм «Бег» смотрели, да? Генерал Слудов. Ну так вот, генерал Слудов прообраз, Вернее, герой, А это был генерал Слащев, Который несколько месяцев держал переком, И как раз не могли его взять. Более того, когда все ушли за границу, Он преподавал в нашей академии потом. В советском же, Красной Америке. А потом ему как-то пришли люди и убили его, Его жена ищет его без следа. Ну вот, а это... Погода Сегодня не к черту Для злых и усталых мужчин Набить бы кому-нибудь морду, Да нет подходящих причин. А небо то дождь проливает, То снегом швыряет в лицо. Но так, господа, и бывает, Наверное, перед концом. А в память спутались горько Шрапны в элицейских полях От Ечкиных быстрые тройки И дом с мезонином в пельных пелях, И парк, где влюбленные пары Скрывались в тенях тополей, Где часто свянул гитарой, Гулял сам управлять друзей. Какие мы были задиры, Как смелые мы были в речах, Как ловко сидели мундиры На узких мальчишьих плечах, А нынче мы дьяволы, боги, Не трогнет сражение рукам, Клинок загоняя в постоки Ворующие тело врага. А впрочем, к чему славострой Не беды мы наперёд? Что будет ещё при Азове И страшный ледовый поход? Не все одолеют дорогу, Не всем гнётся судьба, Не все упокоятся с Богом На Сен-Женевье дымо. А нынче погода не к чёрту, Хлодный туман третий, И тёплый конское море Касается мокрые щитки. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У нас не выгонять никто пока. Попка. Попка. Ну всё, последняя. Последняя. Крайняя, крайняя. Нет, нет. Крайняя. Нет. Я тогда совершенно мирную и первую стою. Я родился в 51-м году, как Таганскульс, дом 27. Таганскульс, дом 27. Не все дома похожи. Одни ворота и вот такой колодец. Старые дома. Доходные были до революции. Двухэтажные, деревянненькие. При мне мне лет 12 было, когда было отопление, поставили батарею. А так дрова, печка. И знаете, что удивительно? Вот я смотрю на Украину, смотрю на нас тут. С чего вдруг? Наверное, пятна на солнце какие-нибудь. Радиация. Как сцепит, все сорвались. И чего делят-то? И умирает при этом. Ни за что. А тогда... Ну, это что-то было, тогда я спою. Я помню это, как сегодня. К сожалению, на месте мы его допили. Уже много лет стоят. Турецкая фирма. Энка московская. Русский кредит. Или хренька. Где они кредитов не дают? В состоянии моего предсмертного состояния. Как они думают там уже. Как скажут столько лет. Так не-не-не-не. У вас 50. Не-не-не-не-не-не-не-не. Кому кредит дают? ПЕСНЯ Уходящему до встречи. Приходить и скрасить вечер. К приходящему привет. К уходящему до встречи. В старую сирень. Где скамеечки тесняться. Трудовой закончивый день. Все сходились пообщаться. ПЕСНЯ Как дела твои, сосед? Да пожаловаться нечем. Приходящему привет. Уходящему до встречи. Как на твои сосед, Да пожаловаться нечем Приходящему привет, Уходящему до встречи Участковый старшина Знал про всех и про любого И таганская шпана, Дядя верила на слово, А дворовый женсовет Чем-то смахивал на вечер, Приходящему привет, Уходящему до встречи Наш дворовый женсовет Чем-то смахивал на вечер, Новгородская, Уходящему, приходящему привет, Уходящему до встречи Веселились как могли, На крестинах непременных Всем дворовым справляли дни, Годовщины послевоенных Так и жили много лет, Все ко всем по-человечий, Приходящему привет, Уходящему до встречи, Мы же жили много лет, Все ко всем по-человечий, Приходящему привет, А уходящему до встречи, Спасибо вам большое, Самый светлый праздник всех, всех женщин поздравляем, От нас всех, от Муршкова, От нас сексуального большинства, А нас действительно меньше, чем женщин, полтора раза, Мы поздравляем сексуальное большинство, Замечательным праздником, Восьмое марта, первым весенним днем, Здоровья вам, счастья, Вот не знаю, что это такое, Всю жизнь слышал от бабки, Как, что такое, наверное, Большого вам бабьего счастья, Девушки старые, Нет, бабкам я про бабе говорил, Ну не важно, Вы лучше знаете, что это такое, Так что у вас его было много, А самое главное, здоровья, Удачи, И до новых встреч, Теперь уже без новинства, Спасибо вам, Большое спасибо вам, Мы вас любим, Мы вас на руках носить, Уже не можем, Мы не можем, Можем еще, видишь, Старший товарищ Гаджиевич, Мы можем носить на руках, Будем носить, Да.